Всем привет, друзья! Сегодня я бы хотел вам показать сравнение производительности процессора на смартфоне это Snapdragon 636 на Redmi Note 5 потом на ноутбуке, это i5-3317U и, соответственно, на стационарном компьютере здесь у меня установлен FX8320, 8-ядерный процессор соответственно, здесь мобильный i5-3317 2-ядерный процессор 4-поточный ну и здесь 8 ядер у нас мобильных на Redmi Note 5 соответственно, есть одна программа, которая одинаково всех сравнивает это Geekbench 4 и, соответственно, мы установим ее на все устройства и запустим, посмотрим, какие будут характеристики чтобы можно было примерно вот так сравнить производительность значит, на ноутбуке, ПК и на устройстве на телефоне так, заходим на официальный сайт Geekbench и, собственно, нажимаем Download и скачиваем файл сам файл занимает у нас установочный 80 мегабайт ну, установка будет несколько секунд идти запускаем файл и он у нас установится буквально-таки за несколько секунд, как я и говорил Agree, Next, Install ну, пропускаем, потому что у нас уже если честно, установлен Geekbench но ничего страшного, заново его переустановили итак, друзья, программа установилась и что мы здесь видим характеристики нашей системе Windows 10 64 бита, 12 гигабайт DDR3 вот наш процессор FX почему-то он определяется как 4-ядерный и 8-поточный значит, архитектура 64 бита итак, Run CPU Benchmark включаем и проверяем какие будут у нас оценки итак, вот результаты оценки Single Core 2362 и Multi Core 9450 они же, значит, у нас конкретно какие баллы вот, допустим, у нас есть HTML5 тест PDF Reading Test, ну, и другие тесты вот, собственно, все вместе это и составляет оценку ну что ж, ровно точно так же проверяем производительность на ноутбуке включаем и оставляем на несколько минут итак, какие у нас здесь баллы получились как видим, здесь у нас 2063 на Single Core и Multi Core 4353 ну, как вы помните, если сравнить с, значит, здесь у нас с ПК уже стационарным то видно, что на Single Core тоже 2362 и в Multi Core 9350 то есть, получается, если так в среднем, да, то на одно ядро вообще, да одно ядро у данного, значит, i5, да оно, или у одного потока, можно если сказать то оно, соответственно, имеет такую же мощность как и у FX8320 только здесь, значит, 4 потока а здесь 8 ядер и 8 потоков соответственно так что это немного удивительные для меня результаты но что есть, то есть если коротко, можно сказать, что вот этот ноутбук он в два раза менее производительный чем вот этот вот стационарный ПК но это тоже приблизительно ну что ж, и, конечно же, устанавливаем с помощью Google Play и Geekbench на, значит, нашем устройстве на мобильном устройстве и, соответственно, сейчас посмотрим сколько же баллов будет там и точно так же нажимаем Run CPU как видите, интерфейс примерно одинаковый всех программ так, друзья, вот откровение смотрите Single Core от 1330 и Multi Core от 3968 то есть значит, производительность на мобильных устройствах уже приближается к производительности ноутбуков но это не новый ноутбук он 2013 даже конца 2012-2013 года но все равно i5 здесь двухъядерный с четырьмя потоками смотрите, он производительность на смартфоне Redmi Note 5 в 636 Snapdragon уже приблизилась смотрите, насколько, да то есть Single Core это меньше, да конечно, но не в два раза меньше, как видите да, здесь 2063, а здесь 1330 да, но смотрите, насколько Multi Core почти одинаково да, то есть если коротко, то вроде как бы производительность этого процессора она всего лишь в два раза меньше, чем на стационарном ПК вот, примерно, да ну, чуть поменьше потому что на стационарном у нас 9450 на стационарном у нас я я я я я я я я Продолжение следует...